Приближается праздник Троицы. В этом году этот праздник выпадает на 27 мая. Праздник Троицы тесно связан с проводами весны и встречи лета, с зелеными праздниками. Неделя перед Троицей называется зеленой, клечальной или русальной, а три дня перед Троицей и три дня после нее, собственно, и носят название зеленой недели. Во время зеленых праздников цветет овес, люди украшают зеленью и цветами своих дома, девушки плетут венки, а еще, по поверьям, в это время просыпаются мертвецы и выходят из воды русалки. В этот праздник православная церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов и отмечает Святую Троицу, одно из главных положений христианства. Понятие Троицы символизирует образ Бога, Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. На Троицу освящают траву. Букеты, вы если видели, продаются такие зеленые букеты. Обязательно осветите, и часть этого букета, то есть одну часть можете поставить в вазочку, она будет охранять ваш дом от негативного воздействия, в частности, будет приносить в вашу жизнь любое благополучие. Но, а часть остальную вы измельчите, добавьте осины и бросьте возле порога. И знайте, что никакая ведьма в ваш дом не войдет и ничего вам не сделает. Также на Троице принято печь пироги. Испеките пирог на Троице, кусочек отрежьте и засушите на мелкие сухарики. И храните до самой свадьбы. А когда вы соберетесь замуж, либо жениться, обязательно измельченные сухарики добавьте в пирог молодоженам. И знайте, что молодожены, они будут любить друг друга, уважать и будут счастливы вместе. Двадцать шестого мая, накануне Троицы, Троицкая Родительская Суббота. Это суббота, когда поминают усопших родственников, поминают друзей, которые ушли из жизни. Вам обязательно необходимо пойти в храм и подать панихиды за своих усопших родственников. А выйдя из храма, для того чтобы, вот есть такой обряд, нужно взять любисток. Если вы хотите, чтобы девушки для вас, чтобы вас мужчины любили, возьмите любисток. Это такая трава со специфическим, очень интересным запахом. Положите любисток в ванну, наберите ванную воду и искупайтесь, и помойте голову. И знайте, что вас будут любить мужчины. Не смогут пройти мимо вас и будут вами восхищаться. А вот чего нельзя делать на Троице, так это купаться в открытых водоемах. В речках, в озерах, в морях. Существует такое поверье, что русалки могут затащить вас на дно. Русалки, имейте в виду, это не просто сказочные персонажи. Это нечистая сила, которая гуляет в этот день Троице и может вас просто потопить. Кстати, на Троицу ни в коем случае нельзя работать. Кроме того, чтобы приготовить пищу. Только эту работу можно делать. А следующий день после Троицы, Духа в день. Земля считалась именинницей, на ней также не работали. А поутру ходили на поиски кладов. Потому что в свои именины хорошему человеку Земля обязательно откроет что-то ценное. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами была ваша Наташа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин